Кумиры на все времена Кумиры на фестивале Мария Биеша приглашает. На концерте Прима исполнит фрагменты из всех своих программ. И оперную классику, и русские романсы, и молдавские песни. Это первый приезд оперной дивы в Россию за последние два года. Хотя раньше, вспоминает певица, ее приглашали намного чаще. Когда-то меня умоляли на колени, чтобы я принимала участие в «Московские звезды», «Русская зима». Как все приглашали, еще есть мои поклонники. Но время такое, знаете, что мы далеко. Я не считаю себя зарубежной. Я считаю, что я своя. Тут вся моя жизнь, вся моя молодость. Кумир ни одного поколения слушателей Мария Биеша открывает цикл концертов «Кумиры на все времена», организованный молодым певцом Давидом Денианит. И не скрывает, что очень волнуется. Я Москву люблю, Россию люблю. Я здесь выросла, здесь пошла вся моя слава и публика моя здесь. Мария Биеша была частным гостем столичных фестивалей «Московские звезды» и «Русская зима». Мира спела на сцене Большого театра. Ей даже предлагали перейти в этот театр, но она предпочла остаться в Ташиневском. Там она и получила фигу «Лучший чё-чё-сан мира». Чё-чё-сан, это меня признали просто, и естественно, что она должна быть моя любимая. Но у меня есть Норма Белин, у меня есть Тос Капучини, у меня есть Лиза Биковой дама, у меня есть Татьяна. Я даже чародейку пела, который очень мне нравилось, да. Но у меня 30 партий, я вот их всех люблю, всех своих героинь. Занимаясь общественной деятельностью, будучи профессором Академии музыки имени Музычевску, Мария Биеша продолжает вести довольно активную концертную жизнь. Я с удовольствием буду участвовать, поскольку ещё, может быть, есть ещё силы и постараюсь. Программу концерта Мария Биеша выбирала очень тщательно, стараясь порадовать тех, кто её любит в Москве. В её исполнении прозвучали оперные арии, романсы и народные молдавские мелоди. Елена Озерова, Илья Поминск, Горбоновостей, телеканала «Культура». Субтитры создавал DimaTorzok